В преддверии Нового года практически каждый оренбуржец приобрел себе домой зеленую красавицу. Каждый покупает еле себе подстать. Кто-то предпочитает естественный хвойный аромат и фактурность. Кому-то ближе аккуратные, а главное, не падающие пластиковые иголки. Нередко при выборе новогоднего дерева играет роль и забота об экологии. Спиливая елку, мы вредим, правильно? Мы живую губим. Искусственная, хотя нет, натуральная, потому что происходит вырубка лесов. Срубка, говорят, вроде вреда не приносит, сколько я передачу смотрю. Как бы прореживают. Нормально? Наверное, натурально. Почему? Ну, потому что вырубаем лес, сейчас его становится меньше. Многие заблуждаются, думая, что вырубка деревьев на Новый год наносит значительный вред природе. Это не совсем так. Зачастую еле выращивают к Новому году на специальных плантациях. Или вырубают там, где обычный лес не растет. Например, под линиями электропередачи. Мы решили узнать, откуда везут елки на Оренбургский рынок Восточный. Ну, елка, она сосверло. Здесь максимум, ну, два-два с половиной. Штука, ну, маловато, короче. Двезды с половиной чего? Тысяча. Ну, обычно вот три с половиной тысячи. Ну, все равно его не хватает. Заверил, что елки везут в специально выращенных плантаций еще один предприниматель – Александр Петров. Он рассказал нам, что продажа новогодних деревьев является их семейным делом. У нас здесь точка давно уже. У нас, получается, самосев поле идет. И после мы собираем, потому что легко спросят их убирать. Мой дедушка едет за елками в начале ноября в Перскохай. И там следит за каждой елкой. То есть ее, когда начинает рубить, он следит, чтобы правильно ее порубили, чтобы нормально доставили на склад. Плантации ели ничем не отличаются от плантаций тыквы или кукурузы. Урожай собирают, на месте вырубленных высаживают новые. Если у вас есть уже искусственная елка, используйте ее как можно дольше. А не покупайте каждые несколько лет новую – более зеленую, высокую и пушистую. Искусственная елка окупает свой экологический след только в том случае, если ее используют на протяжении 20 лет. Гринпис отмечает, чтобы купить правильное дерево, лучше отправиться на специализированный елочный базар, где продавцы могут показать документы на заготовку и провоз. Потому как живые деревья, продаваемые с рук, скорее всего, срубили браконьеры. Также предлагается натуральная альтернатива новогодней елке – еловые ветки. Их можно собрать в лесу или купить на елочном базаре. Зачастую они являются лишь расходным материалом при перевозке елей. Деревья пострадают меньше, при этом вы сможете наполнить свой дом праздничным ароматом.